Добрый вечер! Время новостей на Первом в Молдове. С вами Надежда Вербицкая и коротко о главных темах этого дня. Сами не работаем и другим не дадим. Депутаты сорвали заседание парламента, не дав премьеру отчитаться о 100 днях на посту, потому что он пришел не тогда, когда его ждали. Научат считать на раз, два, три. Будет и снижение тарифов на тепло в Кишиневе. И это реально можно сделать. И мы это сделаем. Нет? Лапшкари. Глава государства держит вопрос со счетами за отопление в столице под личным контролем. На карантин вместе с главой Минздрава. Министр охороны здоровья символично погодился перебувати разом с громадянами в цей медичной установке. Две недели бок о бок с потенциально зараженными коронавирусом. Глава украинского Минздрава останется в санатории поселка Новые Санжары, чтобы успокоить устроивших накануне бунт местных жителей. Депутаты ПДС и ППДП сами не работают и другим не дают. Сегодня они фактически сорвали заседание парламента. Заблокировали центральную трибуну, чтобы не дать премьеру представить отчет за первые 100 дней работы Кабмина. Руководство законодательного органа расценило эту выходку как попытку привлечь к себе внимание хотя бы таким эпатажным образом. Потому что конкретными делами представители блока АКУМ отличиться не смогли. Плана действий по развитию страны они так и не представили. Как и положено, по истечению 100 дней со дня работы Кабмина, премьеры и министры пришли в парламент, чтобы рассказать, что сделано и что предстоит сделать. Но депутаты блока АКУМ предпочли вообще премьера не слушать и толпой выдвинулись к трибуне. Ни души, ни задоринки в их действиях не было. От будничности и скуки некоторые даже вздремнули. Димаш объяснялся довольно просто. Депутаты ППДП и ПДС обиделись, что премьер пришел с отчетом сегодня, а не на следующей неделе, как им хотелось. Объяснение Иона Кику их не удовлетворило. Чтобы найти выход и продолжить работу, руководство парламента несколько раз прерывало заседание, однако члены блока АКУМ не согласились работать ни при каких условиях. И они не могут быть внимательны. И когда они не могут говорить спокойно, не могут говорить свои идеи, они указывают на голосе разрушения. Динкат я тебе помню, информация сегодня, премьер-министр, была бына. Дома премьер-министр, я сказал, что я готов, чтобы выйти в парламент, чтобы предложить эту информацию, чтобы отвечать на вопросы депутаты. Я уверен, что это было очень удобно, чтобы иметь информацию, дискуссии, и оппозиция, и тех, кто в этом говернаторе, и тех, кто в этом говернаторе, иметь возможность сочетать больше ответов. Заседание пришлось объявить закрытым. Следующее состоится через неделю. Оппозиция знала о том, что Кабмин представит отчет о 100 днях работы еще в начале месяца. Об этом заявил Ион Кику. Глава исполнительной власти сожалеет, что ему не удалось поговорить с депутатами о проделанной работе, планах на будущее и о решении наиболее острых проблем. После заседания парламента, которое было сорвано депутатами от блока АКУМ, премьер-министр Ион Кику заявил, что их обвинение в том, что они не были проинформированы о предоставлении отчета Кабмина за 100 дней, ничто иное, как спекуляция. Объявление было сделано еще 3 февраля. После экспирации термином 100 дней, мы идем в парламент, чтобы презентать этот ракорт. Это будет в партнере 2 февраля. Ион Кику сказал, что в начале этого месяца он попросил парламент назначить любой день до 27 февраля, чтобы представить всю информацию депутатам. Понимаете, что в парламентах не интересует информация о том, что с обвинением государства в 100 дней. Примир-министр подчеркнул, что не пришел хвастаться успехами, а хотел представить информацию. В частности, что сделано до сих пор и каковы планы правительства на будущее. Таким образом, он хотел призвать депутатов работать вместе над решением насущных проблем граждан, которые он выявил в ходе еженедельных визитов на места. Редактор. 7 депутаций с Мунчимом Преуном, а даже 1 партнер в Молдове не нужно сидеть в доме. А 7-я комфортамент не сидеть в доме. Правительство под руководством Иона Кику было назначено 14 ноября 2019 года. Молдове не нужны досрочные выборы, которых так хотят некоторые оппозиционные силы, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом Игорь Дадон заявил в очередном выпуске онлайн-платформы. Президент отвечает. Глава государства утверждает, что события на политической арене страны могут развиваться по трем сценариям. Но, несмотря ни на что, правительство Кику продолжит работу. Возможно, с небольшими кадровыми перестановками. Коалиция, которая в качестве кондиции, которая будет в ПСРМ и ПД, в каждой ПД, реформировать, реструктуировать, курить партию, сейчас будет возможность. И третья сценария – это правительство парламентария. Глава государства утверждает, что досрочные парламентские выборы – это худший сценарий для нашей страны, поскольку это остановит все социальные и экономические проекты, включая инфраструктурные. В то же время выборы могут обойтись госбюджету в 70 миллионов леев, деньги, которые можно было бы инвестировать для улучшения жизни людей. Президент заверил, что независимо от развития событий на политической арене нынешнее правительство останется у власти. Ранее председатель партии «Действия и солидарности» Майя Сандо заявила, что возглавляемая ею партия ищет механизмы, чтобы инициировать досрочные парламентские выборы. Это уже вторая попытка лидера ПДС дестабилизировать ситуацию в стране. Первая была предпринята в тот момент, когда Майя Сандо позволила правительству уйти в отставку, настаивая на нарушении конституционных положений, касающихся назначения генпрокурора. На досрочных выборах также настаивает и парламентская фракция партии «Шор». Где родился, там и пригодился. Рай в отдельно взятом селе. Примар одного из населенных пунктов Новоанинского района стирает грань между городом и деревней. Фитнес-зал, ночной клуб, кружки по интересам. Как поднять родное село из руин и на безденежье открывать, создавать, строить в нашем выпуске через несколько минут. Власти объявили об очередном проекте комплексного восстановления дорог стратегического значения. Речь о ремонте 83-х километров трассы Ханчешты-Кантемир, которая ведет в первую очередь контрольно-пропускным пунктом Кагулы-Джурджулешты. Тендер на реконструкцию дорожного покрытия выиграла турецкая фирма, которая предложила наиболее выгодную цену. Самые сложные работы будут связаны с перекрестками и круговыми развязками. Там будет построена также современная дренажная система. Работы выполнят в два захода. Сначала отремонтируют участок дороги Ханчешты-Князевка, а затем Князевка-Кантемир. Со временем проект реабилитации будет расширен до Кагула. Турецкая компания, отобранная для проведения работы, имеет более чем 30-летний опыт работы в этой области. Согласно договору, стоимость контракта составит около 57 миллионов евро. Срок исполнения – три года. Деньги предоставлены Европейским банком реконструкции и развития. Всего в тендере, объявленном полгода назад, приняли участие 19 компаний из других стран, таких как Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, Италия и даже Катар. А вот Иону Чабану представить доклад о первых 100 днях на посту столичного примара удалось. Он отметил, что трудится с командой профессионалов и подчеркнул, что в мэрии нет места политики. И в дальнейшем ее работа будет направлена только на благо жителей муниципия. В числе приоритетов – поддержание порядка в столице, ремонт парков, скверов, разбитых тротуаров и, конечно, решение проблемы очистной станции. Как и обещал, став мэром, Ион Чабан сразу объявил войну коррумпированным чиновникам и предпринимателям, которые осознанно нарушают законы, дабы заработать лишнюю копейку. Так, с ноября 2019-го во всех пяти секторах столицы были эвакуированы 274 киоска, в том числе 12 мобильных. Снято около 600 рекламных счетов, убрано 29 гаражей, 99 заборов, главным образом незаконно установленных в районе стройплощадок. Ион Чабан требует, чтобы в городе застройщики соблюдали закон, но при этом подчеркивает, что не намерен мешать бизнесу развиваться. В первые сто дней пребывания в должности, мэр также взял под контроль катастрофическую ситуацию на очистных сооружениях, чего не удалось его предшественникам. До 1 марта будет обнародован план действий по устранению неприятного запаха. А для этого ответственные лица водоканала ежедневно находятся на территории очистных. Ам трансферат întреага conducere și management-у на шантиер, пенту а тинь визор процессу де лукру и а прогреса в эффектуа работарилору де конструкції а стації новой, которая продолжает быть закончена еще в луна июния. Но работарили сегодня в пропорции 27%. Чтобы мы понимаем, что эти 27% действительно не имеют только количество работарий, а их количество работарий вместе с прокурорами из проекта. Тем временем в городе началась обширная кампания по уборке, в которой задействованы как ответственные управления, так и предприниматели. Иоанн Чебан заявил, что фирмы, которые не подчиняются и не обустраивают прилегающие территории, ждут более суровые наказания. Мэрия взялась из-за обветшалые подземные переходы. Они будут отремонтированы, но постепенно. Когда начальник также напомнил о беззаконии предпринимателей ведущих бизнес в подземках. На 1 январе 2020, даториили для Муниципалитета, али Агентилору экономики, которые арендеазы локари коммерчали, у них были 16.500.000 рублей. То есть Агентские экономики, которые у контракты с Примария, практически не имеют активность коммерчала в эти сутерани. Су, бинеспус, большинство. Ион Чебан отметил, что несмотря на все трудности, был продлен контракт с властями Центерен на эвакуацию отходов. Был открыт новый приют для дворняк. На 200 улицах проведен ремонт, в том числе тротуаров. И работа продолжится весной. Инвестиции предстоят и в общественный транспорт. Довольно амбициозным в этом плане остается и проект создания специальных полос для общественного транспорта на главных артериях города. Мэр обещает, что в столице в скором будущем появятся многоуровневые стоянки для автомобилей. Только в центре запланировано обустроить 10.000 парковочных мест. В ближайшие годы Ион Чебан со своей командой намерены внедрить электронный билет для проезда в общественном транспорте, разработать новый градостроительный план, а также концепцию городской мобильности и план реорганизации центрального рынка. Еще одна цель – создание совета доноров. Счета за отопление за февраль будут на 25-30% ниже, чем в январе, заверил Игорь Дадон. В противном случае, по словам главы государства, руководство термоэлектрики уволят в полном составе. Президент отметил, нет никакого объяснения тем суммам, что увидели горожане в платежках за январь, тем более и с погодой повезло. Я думаю, что в феврале мы все, когда получим платежки для счета, я думаю, что там цена будет на 25-30% ниже. И не только из-за того, что меньше дней, потому что мне кто-то писал, а там будет меньше дней в феврале. Нет. Будет и снижение тарифов на тепло в Кишиневе. И это реально можно сделать. И мы это сделаем. В начале недели глава государства обсудил скандальные платежки с главами термоэлектрики Молдова Газа и столичной мэрии. Я сказал директору термоэлектрики, если он не пересмотрит то, что он сделал в январе, и если в феврале, вот сейчас, когда мы получим счета за отопление, не будет цена ниже на 25-30% для того, чтобы скомпенсировать то, что люди заплатили за январь, тогда головы полетят. И этого директора термоэлектрика не станет. В январе жителям столицы предъявили к оплате суммы, которые на 12% превышали платежки в тот же период прошлого года, который, к слову, выдался морозным. По данным Гидрометео, среднесуточная температура была ниже на 5-6 градусов. Хотите – бастуйте, хотите – работайте, но тарифы на проезд не поднимутся. Столичный примар дал категоричный ответ водителям маршруток, которые пригрозили выйти в понедельник на забастовку, если местные власти откажутся повышать стоимость проезда. Говорят, до 10 утра с места не тронутся. Яон Чабан утверждает, что город с пассажиропотоком справится с маршрутками или без них. Но пока перевозчики не создадут человеческие условия, говорить о повышении цен с ними никто не станет. Я хочу спросить эти люди, очень просто. Как они investят в инфраструктура этого транспорта? Как комфортабель это транспорт? Как комфортабель это иарна? Как комфортабель это ивара? Как они смогут отметить, что эти институты осознавали транспорт? Реутилат. Май гасите аж это в мире? Я не знаю. Как они десно церковь эти микробусы, conform урару? Что случится с этими микробусами в субурбии, когда их бачок от людей эффективно? Я не вижу, что сегодня они должны иметь мажорацию. Такое время, как они не сделали ничего, чтобы улучшить кондиции. Села и небольшие города можно и нужно развивать. Было бы желание. Правительство объявило о проекте по дотациям на сумму до 3 миллионов леев для несельскохозяйственных проектов, которые улучшат жизнь местных жителей. Деньги можно потратить на ремонт дорог, государственных зданий, развитие туризма и другое. Государство покроет 80% инвестиций. Остальное – местный вклад. Заявки можно подавать в агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве до 20 мая. Мэрия Камуна Джамана Новоаненского района намерена участвовать в проекте для завершения ремонта впечатляющего здания Дома культуры, заброшенного после падения Советского Союза. Работы начали пять лет назад с помощью местных финансовых источников, а также грантов, привлечённых мэрией. Теперь это многофункциональный культурный центр, в который большинство детей и взрослых приходят, чтобы хорошо и полезно провести время. Одно из его помещений стало детским местом отдыха и воспитания. Десятки людей всех возрастов и стар и млад приходят в спортзал культурного центра, чтобы поддерживать себя в форме и получить заряд бодрости. Зал открыли всего год назад. Занятия здесь для всех совершенно бесплатные. Найбольшая популярность здесь пользуется фитнес-зона. Кроме того, обустроили раздевалки с душем. Для экономии денег, система нагрева воды подключена к солнечным панелям. Чтобы добиться всего этого, мэру пришлось обить немало порогов, привлекать инвестиции и заражать энтузиазмом односельчан. Чтобы не оставались в стороне и также участвовали в преображении родного села. Настойчивости ему не занимать, должно хватить на все задумки. В Доме культуры также есть актовый зал, помещение для репетиции народных коллективов коммуны и мастерская по шитью. Теперь мэр надеется получить максимальную сумму в 3 миллиона лев для завершения проекта. Деньги будут вложены в ремонт актового зала и фасад здания, который находится в плачевном состоянии. Прохудившуюся крышу годами не чинили. Сквозь дыры и щели щедро текла вода, прямо на сцену, которая практически наполовину прогнила. В селе много молодежи. Ребята не раз просили мэра организовать им дискотеку и зал торжеств. Люди говорят, что благодарны, видны, что в село много вложено и это побуждает многих оставаться. Деньги будут вложены в плачевном состоянии. Деньги будет воспринимать коллективом. Прокосат «Старка» не будет. Прокосат «Старк» не будет в порядке. Мута «А взравните», «Оттарк» и «Старк» не будет. В этом году на несельскохозяйственные проекты в селах из Национального фонда развития агросектора и сельской местности будет выделено 50 миллионов леев. Субтитры создавал DimaTorzok Далин Киртуака 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 Очень много в деталии, но я, как я понимаю, эта declarация сделана из-за помпея является более политикой, которая не имеет эффект на уровне дешедения человека и его семьи в Америке. Генпрокурор Александр Стояногла подтверждает. По его данным, Плахотнюк находится в Штатах. Также он напомнил, что Интерпол рассматривает поданную от Малдовы заявку с просьбой объявить беглого олигарха в международный розыск. Бывшего лидера Демпартии обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. В рамках уголовного дела арестовано имущество, принадлежавшее ему компании «Финпаринвест». Дело завели после его таинственного бегства. Он исчез в тот самый момент, когда демократы сдавали власть. Некоторые СМИ писали, что он скрывается в США. 13 января госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Влад Плахотнюк и члены его семьи включены в число лиц, чье присутствие нежелательно на территории Соединенных Штатов. Помпео подчеркнул, что решение принято на основании достоверных данных, указывающих на причастность Влада Плахотнюка к коррупционным действиям и посягательству на независимости государственных институтов. Вчера вечером на столичном бульваре имени Кантемира сбили пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчину доставили в больницу с травмой ноги. Водитель автомобиля утверждает, что пешехода увидел в последний момент и резко затормозил, но удара избежать не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняют о других происшествиях дня в нашем кратком обзоре. Антикоррупционные прокуроры задержали вчера вечером с поличным следователя чеканского инспектората полиции, подозреваемого в извлечении выгоды из влияния. Полицейский в обмен на 4000 евро пообещал мужчине, проходящему по уголовному делу о контрабанде, вернуть изъятое во время обысков имущества и замять это дело. Следователя задержали на 72 часа. Открыто уголовное дело. Правоохранителю грозит до шести лет тюрьмы. Отметим, что в момент совершения преступления следователь был отстранен от должности, так как находился в отпуске по уходу за ребенком. Двое мужчин были приговорены к восьми, а еще один к девяти годам заключения за контрабанду денег и незаконный оборот наркотиков. Члены организованной преступной группы незаконно перевезли через границу почти 2 миллиона лев и около 140 килограммов гашиша, который впоследствии продавали в России. Все члены группировки – жители столицы в возрасте от 32 до 64 лет. Из них двое – отец, бывший правоохранитель и сын. Все они были задержаны зимой 2015-го. Тогда в ходе обысков было изъято значительное количество наркотиков. Приговор можно обжаловать в Кишиневской апелляционной палате. Столичная полиция задержала на 72 часа двух жителей столицы 36 и 43 лет, которые промышляли в общественном транспорте. Так, 24 января один из карманников в микроавтобусе номер 174 украл из сумки 19-летней девушки кошелек, в котором были деньги, документы и золотая цепочка. Общий ущерб составил 4000 леев. Второй случай произошел 9 февраля в 30-м троллейбусе, когда второй машинник украл кошелек, в котором находились деньги на сумму 3500 леев и серебряный крест. Задержанные признали свою вину. Им грозит до четырех лет тюрьмы. Восемь граждан Молдовы задержаны в Италии за организацию подпольных фабрик по производству сигарет в Неаполе. Кустарные мастерские были разбросаны в разных частях города. При обысках там обнаружили табака и готовых сигарет на 12 миллионов евро. Молдаванам грозит уголовное дело. Сегодня Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям чествовала своих самых отважных сотрудников. В рамках гала мужества были отмечены государственными наградами и почетными грамотами лучшие пожарные и спасатели нашей страны. Люди, которых мы часто не замечаем в экстренных ситуациях, но которые готовы отдать свои жизни, спасая других. Пожарные спасатели – это те, кто всегда приходит нам на помощь в самые трудные моменты и часто выполняют практически невыполнимые задачи. Но когда речь заходит о наградах, застенчивее их не найти. Они говорят, что различия ни в коем случае не являются тем, о чём они мечтают. Среди победителей гала мужественности была команда спасателей, которая 3 февраля спасла ребёнка, провалившегося под лёд на столичном озере. Один из них без снаряжения бросился в ледяную воду чтобы выполнить свой долг. Эта медаль является поддержкой, чтобы мы быть более уверены в том, что мы делаем. Мы, когда мы, когда мы intervenим в ситуации в обраде, мы intervenим на максимуме для того, чтобы все быть счастливами, чтобы все быть счастливами. Бинели которые мы можем сделать в социатах, это был и причем для этого мы получили в рамках и победителей. Пожарные спасатели – это именно те люди, которые проходят сквозь огонь и воду. Но во время чрезвычайных ситуаций их успех, а значит и жизнь людей, зависит от тех, кто координирует спасательные операции. Глава Атакского пожарно-спасательного поста Валерий Тамайу достоился звания лучшего координатора действий. По его словам, ключ к успеху в самых серьёзных ситуациях – способность сохранять спокойствие. Как мы в целом мешкаре, требуют до факультета. Требуют координаторы. Жан-морка, фейкарь, мешкарь, спасатель, спасатель, он целый. На мероприятии около ста самых смелых пожарных и спасателей получили государственные награды, почётные дипломы и похвальные грамоты. В Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям работают более двух тысяч человек. Молдавские граждане всё ещё находятся под карантином на лайнере «Даймонд Принцесс». Сегодня к вечеру Министерство иностранных дел нашей страны объявило, что симптомов вируса у них нет. Между тем, число заражённых COVID-19 в мире превысило 76 тысяч человек. Более 2200 погибли. При этом за сутки из больниц Китая выписали свыше двух тысяч человек. За пределами материкового Китая число погибших возросло до 11. Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в Японии. Там скончались три человека. В Гонконге и Иране по два и по одному случаю в Южной Корее, Тайване, Франции и Филиппинах. Самое большое число инфицированных вне материкового Китая зафиксировано также в Японии. Там вирус выявлен у 723 человек, из которых 623 были пассажирами лайнера «Даймонд Принцесс». За сутки число инфицированных в Южной Корее возросло почти вдвое, увеличившись до 156. В Сингапуре 85 случаев диагностирования коронавируса, а в Гонконге – 69. Между тем, в тюрьме Жэньчэн в китайской провинции Шаньдун 200 заключённых и 7 сотрудников охраны заразились коронавирусом. Первым ещё 13 февраля заразился охранник, после чего власти предприняли меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса в тюрьме. Однако инфекция всё же разошлась, из-за чего сегодня начальника управления юстиции провинции сняли с поста. Власти Китая, в свою очередь, ускорили исследования и клинические испытания пяти препаратов, которые могут быть потенциально эффективны для лечения нового коронавируса. При этом названия лекарств не раскрываются, но подчёркивается, что запущен процесс первоочередного рассмотрения и утверждения. В Минздраве говорят, что для лечения и диагностики нового заболевания более 80 клиник использовали в числе прочего препараты традиционной китайской медицины, что дало положительные результаты. Эвакуация украинцев из китайского Ухани обратила взоры чуть ли не всего мира на 8-тысячный посёлок на Украине. Вечером 20 февраля в санатории в Новых Санжарах доставили 72 человека, которых вывезли из захваченного эпидемии Китая. Все эти люди здоровы, они проведут в карантине на всякий случай две недели. Однако эвакуированных встретили агрессивно настроенные местные жители посёлка. Дошло до кидания камней в полицейских и автобусы, и разведения костров. К 9 вечера, правда, стычки утихли, людей доставили на место в целости и сохранности. А сегодня к санаторию нацгвардии в знак солидарности неравнодушные люди доставили еду и напитки. Самолёт с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове. На борту воздушного судна также находились 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала. Прибывших осмотрели врачи и на пяти автобусах отправили в Полтавскую область для временной обсервации в медцентре нацгвардии «Новые Санжары». Однако жители посёлка не ждали незваных гостей. Узнав об этом, они вышли на протест и перекрыли дорогу. Они жгли шлина, а также вступили в столкновение с полицейскими, пытаясь не пропустить прибывшие автобусы. Правоохранители применили силу, использовали даже БТР. В результате противостояния пострадали 9 правоохранителей и один местный житель. 24 человека были задержаны. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Между тем, к вечеру автобусы с украинцами заехали на базу отдыха. Председатель Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер заявил, что эвакуированные из Уханя граждане находятся в подавленном состоянии. И экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики, все добровольцы полетели забирать своих. А тут такой прием. Премьер Алексей Гончарук, который прибыл вчера на место, сообщил, что все украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из Китая и перевезли в санаторий в Полтавской области, находятся в безопасности под охраной Нацгвардии. Он также добавил, что все эвакуированные люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Глава Минздрава Зарина Скалецкая приняла решение присоединиться к эвакуированным в обсервации. Министр охраны здоровья символично погодился перебывать вместе с гражданами в этой медической установке, чтобы своим прикладом показать, что гражданам Украины ничего не опасно. Сегодня утром в поселке было спокойно. Ворота в санатории охраняли трое правоохранителей, а местные жители занялись своими обычными делами. Гражданская гвардия Испании ликвидировала организованную преступную группировку, которая занималась нелегальным производством табачных изделий на первой в Европе подземной фабрике. Она находилась на глубине четырех метров, где установлено оборудование, способное производить до трех с половиной тысяч сигарет в час. Во время операции в подземном бункере были обнаружены шесть рабочих из Украины и Литвы, которые чудом не погибли от удушья. Подробности в нашем кратком обзоре. Сообщается, что производство обнаружили в Испанской Малаге. Это первая в истории полноценная нелегальная подземная фабрика, обеспечивающая все этапы производства сигарет. В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов провели обыски в 13 домах и задержали 20 человек. Были изъяты 153 тысячи пачек готовой табачной продукции, более 17 тонн курительного табака, 20 килограмм гашиши и 144 килограмма марихуаны. Отмечается, что предполагаемыми членами организации были граждане Великобритании, Литвы и Украины. Рабочих привозили на фабрику с завязанными глазами, выходить на поверхность им не разрешали. Когда начались обыски, люди, которые отвечали за подачу воздуха в бункер, расположенный под производственными помещениями, скрылись и не включили генератор подачи кислорода. Поэтому находящиеся под землей люди чуть не задохнулись. Полиция нашла их только по счастливой случайности. По предварительной информации, предприятие работало с 2019 года и приносило владельцам около 625 тысяч евро прибыли в неделю. Среди жертв вооруженного нападения в Германии оказался гражданин Румынии. Информацию подтвердило Министерство иностранных дел в Бухаресте. Житель соседней страны оказался среди девяти погибших в результате стрельбы, которую открыл 43-летний мужчина в двух барах в городе Ханау, в 25 километрах от Франкфурта. Румынские власти объявили, что связались с семьей покойного, чтобы оказать необходимую помощь. Его личность, правда, пока не обнародовали. По некоторым данным, ему было 23 года, он работал в Германии около четырех лет. Парень был застрелен на улице в своей машине. Оказывается, жаворонки существовали на планете с незапамятных времен. И своими ранними трелями они будили еще кроманьонцев. Отлично сохранившиеся останки одной такой особи обнаружили в вечной мерзлоте археологи. Находку сделали у сибирского села Новая гора. Два работника шведского музея естественной истории изучили скелет и пришли к выводу, что эта особь жила здесь 46 тысяч лет назад. Предполагается, что эта птица – предок двух современных видов жаворонков. И, судя по всему, до оледенения этот район был густонаселен различной живностью. Тут были обнаружены останки волков, обезьян и даже шерстистых носорогов. На сегодня это все. Со свежими новостями смотрите нас уже в понедельник. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»!